так а мы с вами на таске кстати эти таски можно и на google диске глянуть они должны быть сейчас гляну . fundamentals практические задания практическое занятие красиво ну что то же самое до было прошлое кто была домашняя этаж уже практически то есть вот у вас тут сколько там 10 заданий вы прочитали ну и давайте обсудим кто как видит их реализацию то что нужно сделать чтобы это выполнить ну то есть крупно опять класс и методы только давайте глобально сколько будет класса самое крупное что у нас класса сколько будет классов как они будут называться вот с первой первая ну так ну любые идеи говорить разница окей 2 что у них будет почему 2 для всех но для всех то есть ну как мы сейчас обсуждаем что будем писать в рамках первого практического занятия сколько у нас на занятии будет класса 2 окей содержимое и папа содержимому надо будет придумать название как название классов должно описывать их содержимое поэтому вот окей как мы эти задания будем по этим классом распихивать один класс вошел под кредит окей окей второй класс я бы все под написание подсчета все целых чисел счеты чисел простых чисел и скорее всего где-то там мало хватит так же во второй класс можно ввести первые два задания кто же не тот же понимает какой-либо какой-либо информационный экран и возможно третий класс это вызвал для создания сколько класса получилось окей а проверять мне как это будем работать он или нет ну написали да надо же проверить как-то ну любой код который вы пишете вы должны проверить то есть запустить его ну код проверяется двумя способами один способ это просто мы запускаем то что написано в то один способ второй способ мы пишем тесты которые проверяют тот код который мы написали вот тесты мы писать не умеем поэтому мы пока писать не будем а вот код который а вот запустить бы его конечно бы не помешало можно написать оно не работает надо как-то выполнить то что мы напишем можно можно ну как спрашиваю что вы делать будете то есть вы как бы должны спланировать то что вы будете делать то есть запускать 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 как проверять что оно работает легче что каждое задание отдельный класс создать и его отдельно а может все в одном классе сделать то что нужно для того чтобы это запустить метод мы им нужен соответственно нам где он будет где угодно как бы мы наследование не знаем рано нам еще родительские родительские классы смотрите у нас тут суть в чем у нас это приложение или это библиотека ну вот с точки зрения функциональности что она делает такое приложение непонятно ну приложение обычно как ну есть взаимодействие какое-то с пользователем оно решает какую-то определенную законченную цель а у нас и все его действия направлены на решение этой цели правильно у нас с вами цели такие разрозненные поэтому я бы это назвал бы какой-то вспомогательной библиотекой которую можно будет использовать в других приложениях ну то есть если вы делаете личный кабинет в банке например вот тут тот кусочек расчет кредита можно пользователю можно использовать чтобы пользователю там что-то подсчитывать правильно но вот сам вот этот кусочек кода вряд ли вы сможете как-то вот дать пользоваться кому-то то есть вам надо будет и на него еще там много чего ну его надо будет во что-то обвернуть чтобы он стал жизнеспособным ну то есть чтобы он умел коммуницировать да с кем-то или с чем-то поэтому скорее всего я бы это назвал бы набором каких-то утилитарных методов для вспомогательной библиотеки то есть здесь нет логики как в завершенном приложении приложение калькулятор зачем чтобы считать да у нас тут и то и все такое разное разнобой соответственно если это не приложение то метод мэйл ему не обязателен ну сказал даже не нужен но проверить и работу надо значит мэйл нужен и у нас тут получается так что мэйл не как часть нашего с вами нашей с вами библиотеки а как тест для нашей с вами библиотеки то есть это метод который тестирует работу того что мы написали а все что тестирует как бы в конечный ну готовый продукт не попадает то есть все тесты которые пишутся они живут только на этапе разработки когда продукт уже как бы компилирует и собирают в какой-то архив там тестов нет там уже готовая готовый код а тесты выкидывают ну то есть не включают в сборку часть включает в сборку а часть в сборку не включается следовательно мэйн этот надо от основной бизнес логики отделить отделить как вынести в отдельный класс у нас будет класс который будет заниматься тестированием того что мы пишем и там будет метод мэйн и этот класс в финальную сборку не нужно будет добавлять потому что это тестовый кусок и тестовый в продакшен не попадает а все остальное должно попасть следовательно мы с вами сказали что один класс у нас выделяется для мэйна для тестирования теперь была идея по нескольким классам для самой бизнес для самой реализации можно сделать ну хотя бы два класса то есть в один вынести банк это десятое задание потому что но но совсем из другой оперы да там по логике это что-то связанное с банками а это просто тестовые задания для изучения примитивных типов и управляющих конструкций поэтому может быть три класса но чтобы сильно не распылять даже не делать слишком много файлов и класс можно сделать три на один тестовый один с первого по девятое задание и один на десятое задание вот у нас три класса теперь ну-ка подумайте как их назвать причем для теста надо четыре класса и для тестирования банка отдельный давайте сделаем как вы думаете зачем для банка делать отдельный тестовый класс с отдельным методом мэйн у нас будет два метода мэйн ну авто тесты мы писать не умеем но есть такое такая рекомендация тестирующий класс называется так же как и тестируемый с добавлением слова тест ну если у нас например для десятого задания класс будет называться ben cutils то класс который вы будет тестировать будет называться ben cutils test и мы сразу будем видеть что это тестовый класс для какого класса там содержится тест то есть по названию класса мы все понимаем а это тестовый класс он тестирует класс ben cutils мы смотрим где ben cutils а вот ben cutils эта штука тестирует вот эту или мы смотрим ben cutils ищем какая штука его тестирует то есть мы по названиям должны понять что там и зачем это то есть ben cutils это утилс ну есть тоже такая рекомендация есть утилиты и хелперы в принципе кому как больше нравится да helpers это вспомогательные методы утилс это тоже статические по сути вспомогательные методы то есть утилиты либо хелперы кому как больше нравится можем назвать ben cutils и там будет располагаться вот этот наш статический метод для расчета кредита кстати кредит считаете по сложному по моему называется сложный процент когда процент начисляется на оставшуюся сумму с тела выгасить равными частями но процент начисляется на остаток по кредиту грубо говоря если у вас например 10000 кредита на 10 месяцев по 12 процентов годовых что это значит что каждый месяц вы должны платить 1 процент а стоимость 12 процентов годовых месяц это один процент правильно 12 процентов делим на 12 месяцев 1 процент в месяц 10000 на 10 месяцев мы за 10 месяцев должны погасить все 10 тысяч значит 10000 делим на 10 получаем 1000 в месяц мы каждый месяц должны тело кредита гасить по 1000 и на оставшуюся сумму кредита насчитывать один процент в месяц здесь у нас осталось например 5000 кредита мы должны заплатить в этом месяце сколько 50 гривен процентов и тысячу тела понятно по 1050 это если 5000 про на один процент 5050 вот такая программка у вас должна должен быть метод который в качестве аргумента получает сумму процентную ставку годовую и период кредитования в месяцах и делает такую распечатку сколько в каждый месяц пользователь платит и того заплатил по телу и того заплатил по проценту такой кредитный калькулятор в интернете можете этих кредитных калькуляторов вала открыть и поиграться только будьте осторожны не возьмите кредит и образы кредитные схемы страховать кредит не надо дальше теперь как мы назовем вот все остальное класс где будет вся реализация оставшиеся ну вам надо придумать название для класса где будут остальные 9 заданий helpers а о чем тут смотрите надо назвать так чтобы вы когда искали в помощь себе метод поняли где он находится математические задания силишком размыто математический окей там может быть что угодно тут у нас на что идет на примитивные типы данных правильно и циклы и это все еще и статическое можно назвать как simple data type loopsutils не пугайтесь длинных названий лучше оно пусть будет длинным чем коротким и непонятным ну а с мэйном то же самое только в конце темп допишем ясно что какое вам задание показать сейчас покажу еще раз давайте 3 покажу не 4 быстрее пишется заданы знать заданы значения двух кабетов и потянуть за треугольника проверьте является ли данный треугольник прямоугольник и и расчет надо сделать при помощи тернатного пирата открываем наш проект сделаем здесь новый класс назовем его simple data type loopsutils здесь будет у нас паблик ответ ответ можем давайте будем возвращать как строка паблик паблик забыл стринг прямоугольный треугольник блин чек ректангл точно угол а спросим как это пишется ректангл мне очень мне понравилось перевод так ректангл треугольник ректангл треугольник ректангл из то есть как то так дальше дальше здесь мы должны написать int int b ну стороны треугольника можно назвать abc int c ну классический ab это картика c гипотинок что мы должны здесь сделать в первую очередь мы должны проверить а треугольник ли это вообще может нам пришел какой-то набор сторон а мы там рассуждать для этого делаем если как самая простая проверка сумма двух сторон должна быть больше 3 куда это может быть треугольник правильно то есть если сумма двух сторон меньше 3 то нет значит пишем а плюс b больше c и что а плюс c больше b может оно конечно и так выполнилось бы и по какому-то другому комбинацию но думать б больше больше a c плюс b неважно так если это условие выполняется можем сделать строку ответ string answer вот здесь делаем else здесь сделаем ритуру так красивее так комбинация клавиш по моему сама форматирует что здесь нужно теперь нужно этот answer проинициализировать если условие не выполнилось пишем it's not triangle не треугольник а в этом случае делаем вот так как проверить треугольник на прямоугольность кто помнит рима пифагора помнится то есть а умножить на а плюс b умножить на b должно быть равно c умножить на c вот так и здесь пишем right angle triangle здесь пишем нот ну что-нибудь такое вот мы написали реализацию метод теперь нам нужно создать класс для тестов кстати я пишу сразу ветки develop не буду сейчас создавать отдельную ветку потому что мне таска не прилетела но я сам себе таску не отправлял на это задание теперь создаем класс для того чтобы это проверить new java class и здесь тест окей создаем public static void main для красоты сделаем вывод это у нас какое третье задание да и четвертое что мы делаем нам надо стороны int a равно 3 int b равно 4 int c равно 5 int result result у нас строка ну класс вызываем через метод вызываем по имени класса и здесь пишем abc теперь можем написать ответ system out println or site или не так triangle with site саймонс сейчас Вот напишем. Ну как-то так, что-то написал, чтобы долго не писать. И запускаем это. Посмотрим, что получится. Triangle is the side and the end and the right angle triangle. Ну вот, проверили, что наш метод работает. Так, давайте я это закоммичу. Коммит, это у нас practice one. Коммит и push. Все улетело на сервер. Теперь сможете смотреть это прямо в битбакете. Кому удобнее из проектора, давайте я это как-то на экране расположу. Вот так. А! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...